Если возникает конфликтная ситуация, да, то есть мы сказали муж, жена, Иисус, треугольник, да, конфликтная ситуация, то есть муж, он в отдельности от жены должен решать с Иисусом, либо жена в отдельности? Первое, это должна стать тайная комната, то есть он должен уединиться, то есть, но в любом случае, как бы прежде чем ответить, нужно уединиться и попросить у Иисуса мудрости. Иисус даст правильные слова, даст правильную реакцию, даст правильное выражение своих эмоций, и когда ты уединился и получил вот эту силу, ты можешь прийти и разговаривать со своим супругом. То есть не сразу, нет, ни в коем случае, потому что, ну, есть супердуховные, которые начинают там местами из Писания рубать, вот, говорит вот так, Библия говорит вот так, ты недуховный или ты недуховный? Нет, если тебе что-то не нравится, тебе нужно уединиться и попросить мудрости, потому что может быть такое произойти, и это очень часто, что Иисус покажет тебе, что ты в чем-то неправ. Потому что зачастую в конфликтных ситуациях мы думаем, что мы правы, но когда мы пойдем к Иисусу, Иисус может показать, что ты неправ, и тебе еще придется каяться. Ну да, вы сказали, что, ну, вы выделили четыре проявления Иисуса в семье, роль Иисуса, да, младенческая, 12 лет, и дальше. Вот мы видим, да, семью пасторов, да, в христианской церкви, а что есть, кроме, например, пасторства, вот как семья может себя реализовывать? Ну, например, что, вот мне первое в голову приходит, ну, конечно же, в церковь, второе, помощь другим семьям. А есть ли еще какие-то примеры, например, вот вы знаете за сколько, 16-17 лет служения вашего, как вот семья как-то в другом, в другой сфере реализовывает призвание Иисуса? Ну, семья пастора, она всегда, всегда напередовой, то есть, ну, семья пастора всегда, она, как открытая ладонь, и семья пастора, она всегда под ударом. То есть первое, что смотрит церковь, как ведет себя, ну, если муж пастор, как ведет себя жена. Готова ли, ну, жертвенная или посвященная, или там, как она служит, да, то есть бывает, что пастор там, ну, гонит с церковь в служение, а его семья не служит, да. Но это тоже не всегда, как бы, правильно, ну, как бы, мерить шаблонами, что, ну, жена должна обязательно служить, или дети должны быть обязательно служить. Бывает такое, что Бог призывает мужа в служение, но Он может не призвать жену в служение. К примеру, да, я никогда не заставлял свою жену служить, я никогда ее не заставлял молиться, поститься, там, читать Библию, я никогда ее не упрекал в каких-то вещах. То есть я решал эти вопросы с Иисусом, и моя жена не всегда была в служении, то есть это вы видите ее в служении, но она не всегда была в служении. Она была, ну, рядом, она была в тылу, но она не была в активном служении. Но когда Бог к ней постучал, когда Бог к ней прикоснулся, когда Бог ей сказал, чтобы она должна начать группу прославления, это произошло переключение. И здесь, ну, она начала взращиваться уже как служитель. Потом, конечно же, ну, первое, это семья показывает пример жертвенности, посвященности, служения, ну, работы почвенного слова в семье, доверия, веры. То есть, конечно же, это первое. Второе же, конечно, семья пастора, она под... О, вот так классно, Марин. Спасибо. Вот. Под ударом, под критикой, под сравниванием. То есть всегда семья пастора, она проходит такое, почему написано в Библии, молитесь за своих пасторов. Потому что молитесь и благословляйте, потому что, ну, и так тяжело. Это ты стоишь и духовно, и морально, и эмоционально. И еще когда, я всегда, я когда-то на нашем духовном совете сказал, самое больно, не то, что происходит извне, не больно, когда дьявол атакует, не больно, когда там мир что-то на тебя говорит, не больно, когда там, ну, кто-то тебя там критикует. Это вообще люди, особенно которых ты не знаешь. Больнее всего, когда люди, которые рядом с тобой, когда преломляют с тобой хлеб, когда с тобой вместе стоят в прославлении, и потом за спиной делают плохие вещи. Вот. Следующее, как семья пастора, это, ну, помимо духовной, ну, духовной жизни, ну, конечно же, семья пастора, она пример и, ну, в материальном плане, да, то есть, пример, да, когда, ну, я помню, было такое в моей жизни, когда пришел один обеспеченный человек и говорит, ну, ты тут учишь Боге о том, что Бог благословляет, Бог обеспечивает, Бог дает, Бог это, а ты ходишь в рваных туфлях. Какого Бога ты веришь? Скорее всего, что ты не в того Бога веришь. И это тоже, как бы, обидно. То есть, конечно же, ну, семья пастора должна быть своего рода таким примером во всех сферах жизни. И материально, и душевно, и духовно, и эмоционально, и физически. То есть, ну, к сожалению, это так. Окей, хорошо, давайте перейдем к следующему вопросу. Вы немножко уже затронули эту тему, но какую роль или, может быть, какие качества вот играет Иисус для мужа и, конечно же, потом будет для жены? Ну, Павел сказал, да, что Иисусу глава Бога, мужу глава Иисусу, жене глава мужу. То есть, Иисус показал, как Он любит и почитает Бога, Отца. Он явил свою любовь, Он явил свою заботу, Он явил свою поддержку, Он явил свое послушание, Он явил свою жертвенность. То есть, Иисус должен, ой, Иисус научил мужа, как любить свою жену, потому что Он любил свою церковь, Он любил людей, Он давал жертвенность. То есть, муж должен учиться у Иисуса, как быть жертвенным, посвященным, всегда покрывать, всегда... Мне понравилось недавно одно выражение, что муж должен стать слугой для своей жены, а жена должна почитать своего мужа как короля. То есть, муж должен стать служителем, а жена должна почитать его как короля, и тогда это будет идеальное самоотношение в себе. То есть, муж – слуга, а жена – принцесса, да? То есть, она почитает его как короля, королевна. Мне нравится одна пословица, да? Когда... Ну, она такая грубая пословица. Муж обозвал свою жену каким-то обзывательством. Ну, к примеру, какое-то самое мягкое обзывательство, аннуальное подскажение. Какая-то мягкая, глупая, к примеру, да? Обозвал ее глупая. Она говорит, конечно, если бы я вышла за короля, то я была бы королевичной. Понимаете? То есть, мы порой там называем свою жену или своих мужей, ну, какими-то там обзывательствами. Но мы должны помнить, да? Если ты называешь свою жену каким-то обзывательством, это говорит о том, что ты же ее глава. Ты есть тот, кто и тем, кем ты ее называешь. Если жена обзывает своего мужа каким-то обзывательством, это говорит о том, что она, она же жена. То есть, она та же, кем она и называет своего мужа. Понимаете? То есть мы должны понять, что для мужчины Иисус это пример любви, покрова, принятия, благословения, поддержки, уважения и так далее. А для жены Иисус это почтение, любовь, то же самое. То есть ничего, ну нет разницы. Хорошо, с женатиками разобрались. Теперь давайте перейдем к неженатикам. У нас есть в церкви и женатые пары, и, можно сказать, те, которые только идут к этому. Что вы делаете? Как Иисус может... Вот мы выстраиваем, например, мы находимся, давайте, до помолвки там, или в помолвке, или только ищем свой... Я не знаю, просто как Иисус может помочь? То есть, ну, как ориентироваться, ну, то есть в чем учиться, как учиться, что делать? Все гениально просто. Иисус назвал церковь своей невестой. И мужчина, который неженатый, должен влюбиться в свою церковь. То есть он должен настолько полюбить церковь, как Иисус любит свою церковь. Что это значит? Он любит свою церковь, и он начинает о ней заботиться. Он начинает в нее вкладывать. Потому что все, что нужно делать в церкви, это то же самое, что нужно делать дома. Нужно прибивать гвозди, ну, где захочется жене. Нужно научиться служить, быть жертвенным, посвященным, там, открытым, там, и так далее. Нужно научиться быть даятелем. Например, да, мне... Ну, моя жена прислала мне такой ролик. Какой-то там китайский ролик, и там муж открывает кошелек своей жены, а там один доллар. Он достает пачку денег и добавляет к ней. Потом, ну, второй китайец, там, зашел, залез с ней в сумочку, увидел, что у него нет денег, достал все деньги, которые у него есть, и положил с ней в сумочку. Ну, чтобы она чувствовала себя свободно, да? То есть все проявляется в церкви. То есть мужчина, который полюбит свою церковь, как любит ее Иисус Христос, точно так же он будет в своей семье. То есть если мужчина... Причем, ну, я всегда девушкам говорю, ну, прежде чем сказать «да», спросите у его пастора. Потому что, к примеру, да, я же знаю практически всех наших мужчин. Я знаю, кто они, какие они, как они, на чьем нужно работать, в чем нужно там где-то добавить, что-то изменить, да? Теперь, да, что касается женщины или девушки, которая не замужлива, она должна стать церковью. Аминь. То есть омытая, беспятная и порока. То есть ей нужно научиться быть скромной и плетением... Ну, не украшать себя плетением волос, да? А добрыми делами, благословениями. То есть все находится в церкви. Все, что нужно для создания семьи, находится в церкви. То есть церковь – это мини-модель потом будущей семьи. То есть если муж, он научился служить, научился любить свою церковь, научился быть даятелем, открытым, жертвенным, он это принесет, эту модель принесет в свою семью. Если жена научилась быть церковью, скромной, беспятной и порока, ну, любящей, ну, например, да, как церковь, где тебя принимают здесь, тебя любят здесь, тебя почитают здесь. Ну, это не значит, что девушка не должна за собой смотреть. Это не значит, что она скажет, мне не надо уже… Пасын сказал, не нужно уже причесываться и делать себе маникюр, педикюр и там, я не знаю, еще много умных слов. Но не это номер один. Это должно быть украшение твое внешнее, должно стать как бы добавка твоего внутреннего. То есть девушка должна научиться в церкви, как быть церковью, которая делает добрые дела, которая служит, которая принимает, которая благословляет. Хорошо. Встречаться можно? Я всегда разрешаю встречаться, но в служении. На служении. Можно встречаться на служении. Можно встречаться, ну, как бы… Ты о каких встречаниях говоришь? Просто? Встречаться, конечно, нужно на служениях, но в каких-то проектах. Потому что, ну, к примеру, да, я всегда, ну, всегда говорю, как парень может познакомиться с девушкой? Сидя на лавочке, если девушка в служении, он с ней никогда не познакомится. И эта девушка, скорее всего, что не обратит на него внимания. То есть для того, чтобы, ну, произошла вот эта химия любви, химия там взаимоотношений, вы должны послужить где-то вместе. То есть, но, как предлагает мир, да, давайте будем встречаться, давай попробуем, давай там гражданский брак какой-то, ой, ну, гражданский брак, мне сказали, что это законный брак. Ну, давай поживем, да поживем, там, попробуем что-то. Что пробовать? Я всегда, ну, у меня есть такое, ну, своего рода внутреннее состояние, да? Мужчина. Это человек, который должен знать четыре пункта. Первый пункт. Да ладно, иди сюда будешь пробовать. Лиша, пожалуйста, это неуважение. И со Славиком вместе. Мы сейчас для вас только с рову сделаем. Ну, будет возможность задать вопрос. Да, смотрите, мужчина должен знать три, четыре пункта. Первый пункт, он должен понять, что он любит эту девушку. Что это значит? Что он готов взять за нее ответственность. Что он готов вытерпеть все капризы, которые может только выдать девушка. Что он готов, то есть, а для того, чтобы это, ну, принять, он должен же это изучить. Он должен это узнать, он должен этому научиться. Потому что, ну, сколько много потом, как бы, конфликтных ситуаций, я не на том женился, я не на того, за того вышла замуж. Почему? Потому что мы, мы принимаем решение глазами. О, вот это оно. Вот это он. Вот это она. Понимаете? Но в служении ты видишь уже не то, что тебе химия в голове говорит. Ты видишь, насколько этот человек действительно добрый. Насколько этот человек действительно жертвенный. Насколько этот человек действительно посвященный. Насколько этот человек любит Бога. Насколько этот человек любит людей. То есть, первое, мужчина должен любить. Второе, он должен понимать и знать, что у девушки, за которую он возьмет ответственность, у нее есть призвание, у нее есть миссия, у нее есть выбор от Бога. Я всегда говорю семьям, когда мы станем перед Богом, каждый перед Богом даст отчет, каждый. Бог спросит, почему ты не реализовался или не реализовалась как личность передо мной. И если ты скажешь, мне муж помешал или мне жена помешала, это говорит о том, что ты где-то что-то не понял. То есть муж должен понять, что у его жены, у его избранницы есть миссия, она избрана Богом, она была рождена не только для того, чтобы мыть посуду, убирать квартиру, рожать детей и ублажать своего мужа. Нет. Это, как сказать, топик для семейных отношений. Но основная миссия, она должна выполнить то, для чего Бог ее призвал, то, для чего Бог ее создал. Третье, зрелый мужчина, это то, что я говорю, который полюбил свою церковь, он должен понимать, как помочь своей избраннице потом реализовать свое предназначение. А как он будет помогать реализовать свое предназначение, если он сам его никогда не реализовал? Если он сам не знает свое предназначение, он сам не знает свою миссию, он сам не знает, что такое служение. И потом рождается такой, я бы сказал, гибридная семья, которая или разводится, потому что многие люди живут в таком, как бы, вакууме. В христианстве больше разводов, чем в миру. О них просто не говорят. Но на самом деле очень много разводов в христианстве. Почему? Потому что создают семьи на химии. Хоп, в голове что-то забурлило, о, поженились, а через неделю все, разводимся. Сколько я видел, даже за свою жизнь, сколько я видел разводов семей, потому что поженились только из-за каких-то плоских своих проблем. То есть третье, мужчина должен понимать, что он должен помочь ей реализоваться, потому что муж ответственный за жену. И четвертое, это самое сложное, что есть у мужчины, это радоваться достижениям своей жены. Потому что самое сложное, это когда жена начнет реализовываться, когда ее начнут хлопать, ей начнут почитать, она поймет, что она личность. Тут мужчина начинает вспоминать, что он же босс. И начинает ее говорить, эй, женщина, твой праздник 8 марта, ну под тапочек обратно. Вот это проблема. То есть, ну а здесь 4 пункта. Для женщины, ну для девушки тоже должно быть 4 пункта. Первое, она должна понимать, что она должна быть любима и тоже научиться любить. То есть, потому что иногда эгоизм у девушек, а не только мне, мое, для меня. Нет, любовь это когда, это футбол вдвое ворот. Это нужно отдавать тоже. Второе, она должна тоже осознать, что она личность, что у нее есть призвание, что она не только создана для того, чтобы стирать белье, сгладить, готовить кушать и нянчить детей. Нет. Я благодарен своей жене, что Бог дал ей мудрость, что я знаю, что такое бессонные ночи, я знаю, что такое грязные памперсы, я знаю, что такое. И я благодарен за это, потому что у меня есть качество отца. Потому что многие отцы даже не знают, как памперс поменять, даже не знают, что такое кашку, как сделать. Это большая проблема. Третье, жено, девушка, которая станет женой, она должна подчиниться своему мужу. То есть она должна научиться, что муж ее поведет в ее призвание. Муж поможет ей. И вот здесь, вот есть вот это почитание, то есть жена становится под мужем. И муж ее ведет, муж ее наставляет, муж ее благословляет, муж ее подставляет плечо. И первое, кому жена должна обращаться в трудностях, к своему мужу, который должен ее поведать. И четвертое, она должна научиться радоваться этому. Потому что в основном жены, девушки, они очень сильно критикуют. Они сильно, ну, свою жизнь, нет, критикуют свою жизнь. Они вечно чем-то недовольны, они больше эмоциональны, чем мужчины. И они, ну, как бы для них это сложно. Для них это четвертое, чему нужно научиться, это радоваться. Аминь. И следующий, следующий вопрос, это такая... Вам интересно вообще? Такая, такая глубокая тема, да, смотрю. Иисус родился у Марии Иосифа, да, мы разобрали. Как же для замужних пар, так для незамужних пар. И теперь Иисус папа, Мария мама. Как Иисус поможет папе стать папой? Как Иисус поможет маме стать мамой? То есть настоящей, то есть как Иисус этого хочет? Как Библия об этом? Когда-то ученики спросили Иисуса, Иисус, яви нам Отца. Иисус сказал, я уже сколько с вами, и вы мне говорите, яви мне Отца. То есть когда мужчина начинает познавать Иисуса Христа, когда он начинает узнавать его образ жизни, когда он начинает скрупулезно изучать все, что делал Иисус, он становится ему подобным. Точно так же и жена, которая познает Иисуса Христа, она, ну, к примеру, да, я знаю, что когда мужчина читает Библию, Бог разговаривает с мужчиной, как мужчина. Когда женщина читает Библию, Бог разговаривает с женщиной, как с женщиной. Он учит ее тем вещам, которые необходимы для нее. И когда женщина, она узнает как можно больше Христа, она становится ему подобной. Потому что мы знаем, да, что в первой главе бытия Бог создал сначала духовную личность, которой был духовная личность мужчина и духовная личность женщина. Но потом он отдел их в разные плоти. То есть мы, духовно мы одинаковые. То есть, ну, написано в Библии, что на небе нет ни мужского, ни женского пола. На небе есть духовные личности, которые были в мужском или женском, ну, в мужской или женской плоти. Вот. Понимаете? То есть, и когда мы познаем Христа, наша вера укрепляется, наши ценности меняются, наши принципы меняются, наши отношения к жизни меняются. И чем больше муж и жена познают Христа, познают Его ценности, тем крепче будет их отношение, тем сильнее будет их проявление вот этих отношений с Богом. Хорошо. Такой вот вопрос. Фокусируя его на папе, да, на отце, либо на маме, да, то есть, если, например, отец понял то, что он наказал ребенка, ну, как-то на эмоциях, как-то вот, вот, как вы сказали, да, то, что вот, как-то, с шашкой на голову, да, вот. А должен ли отец извиниться? Я считаю, что самый сильный мужчина – это тот, который может попросить прощения. Если он считает, ну, Дух Святой его обличил, и он считает, ну, Дух Святой сказал, что он не прав, он должен попросить прощения. Это сильный мужчина. Слабый мужчина – это тот, который будет рассказывать свою правоту. Ну, если я иногда наказываю Давида на шашкой, бывает такое, в Реста, я всегда попрошу прощения. Что меняется в отношениях? Ну, уходит вот это, ну, как это сказать, барьер, напряжение. Сегодня, например, сегодня была такая ситуация. Мы пришли в, ну, там, в раздевалке, они там переодеваются, и один мальчик сказал «Маты». И я подошел к этому мальчику, так ему объяснил, а этот мальчик говорит «А Давид тоже такое говорит?». И я говорю, ну, Давид сразу напрягся, потому что он понимает, что он будет, ну, наказан за такие слова. И я говорю этому мальчику «Если ты сейчас скажешь правду, что Давид говорит такие слова, я накажу его при тебе». И этот мальчик сказал «Я соврал». И мы вышли с Давидом, Давид огорчился сначала, но мы вышли с Давидом, и Давид мне говорит «Папа, почему ты мне не веришь?». И я говорю «Давид, если бы я тебе не поверил, я бы тебя не защитил». Я говорю «Ты просто не понял, что я тебя защитил». И он, когда это осознал, он сказал «Я понял, прости меня, что я на тебя бьется». То есть, ну, отношения между родителями и детьми, они должны строиться на, первое, на любви, второе, на все принятия. Мы должны помнить, что мы тоже когда-то были детьми. Мы тоже когда-то делали ошибки. И на сегодняшний день мы несовершенны. Мы тоже, может быть, неправы. И мы должны осознавать, что наши слова могут как созидать ребенка, точно так же и разрушить ребенка. Когда я был в Украине директором фонда, я разговаривал с некоторыми детьми, которые хотели покончить жизнь самоубийством. Маленькие дети, 10-летние, 11-летние, 12-летние, они хотели покончить жизнь самоубийством. Из-за того, что взрослый человек сказал какое-то обидное слово. Мы должны понимать, что дети, они подвержены очень серьезным атакам. И они ранимы. Они не умеют справляться с... Почему среди детей очень много суицидов? Потому что дети не умеют еще справляться эмоционально, так как это делают взрослые. Потому что, к примеру, мне 43 года. За 43 года я видел, перевидел этих обид, унижений, оскорблений. И порой мне хочется плюнуть и растереть. Порой я так и делаю. Иногда меня, когда там цепляет, я там попереживал пару часов и забыл. Но дети, они воспринимают это серьезно, как чистую монету. И какое бы слово мы ни говорили, они воспринимают это правдой. А еще, когда происходит вот этот переходный возраст, когда все гормоны пьют в ребенке, он хочет, ну, во-первых, он начинает на себя так смотреть. У него создается огромный комплекс, у него создается огромная обида. И порой зачастую эта обида может выпреснуть потом в или же наркотической зависимости, или же в уходе из дома, или же в летальном исходе. И дети это делают. Почему? Почему, ну, там, некоторые родители приходят и говорят, я не могу справиться с подростком. Почему? Потому что до вот этого подросткового возраста мы наделали каких-то глупостей. Мы там вели себя неправильно, мы там унижали этого ребенка, оскорбляли этого ребенка, обзывали этого ребенка. И потом, ну, этот ребенок выдает нам все то, что он получил до этого возраста. И когда мы учимся, что Иисус принимает нас таким, каким мы есть, даже если мы сделаем ошибку, Иисус нас не убивает, Иисус нас не ругает, Иисус нас не бьет с неба палкой, Иисус нам не оскорбляет нас, Иисус не делает ничего. Но почему-то мы, родители, думаем, что мы можем это делать. Мы можем унизить, обозвать, избить, там, оскорбить или еще что-то. Но это неправильно. Если мы хотим увидеть отражение детей и то, что мы хотим видеть, чтобы дети явили нам плод наших молитв, наших ожиданий, мы должны стать примером для них. Мне понравилась моя жена, когда ты рассказала историю одного пастора, в которой он родился в семье, где было там 10 или 12 детей. И все эти дети стали пасторами. И каждый как один засвидетельствовали. Почему? Потому что мама явила им такую любовь к Христа, что они хотели в этой любви всегда купаться и остаться. Понимаете? То есть на родителях, на мужьях, но особенно на матерях идет большая ответственность, чтобы давить вот эту любовь к Христа, чтобы эти дети захотели остаться в этой любви. Почему? Ну, есть такая проблема верующих детей. ДВР. Дети верующих родителей. Почему? Потому что, ну, когда дети вырастают до того возраста, когда они уже могут принять решение, они уходят из семей, уходят от Христа, уходят от Бога и идут полностью под откос. Почему? Потому что они говорят, я не хочу знать этого Христа, которого вы проповедуете. Вы обманщики, вы там такие-такие-такие-такие-такие-то. Я видел вашего Христа всю свою жизнь, на сегодняшний день я не хочу его знать. Это проблема. И очень много детей верующих родителей, ну, уходят от Христа, уходят от Бога, умирают в передозировках и становятся, ну, бандитами. Почему? Потому что, ну, дальше для них нет авторитета. Хорошо. Подытожили семейную тему и давайте перейдем ко второй истории, к следующей истории, к следующим героям. Субтитры подогнали Симон. 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 Ну, я начну сначала с пастухов, потом закончу, почему именно пастухи были первыми. Кто такие пастухи? Пастухи – это люди, которые, ну, во-первых, пастухи, которые из Вифлеема, я говорю, да, это люди, которые подготавливали жертвоприношение, ягнят жертвоприношение. Они знали, что нужно делать для того, чтобы как можно больше ягнят родилось достойными быть в жертвоприношении. То есть они знали, ну, какая методика, как нужно правильно кормить, как нужно правильно выкуливать, что должно быть перед глазами у этих овец, которые будут рождать, как за ними ухаживать, как их сердце, внутреннее состояние было подготовлено к тому, чтобы, ну, служить этим овцам, да. И Бог, когда пришел к пастухам, это не просто так. Почему? Потому что, когда Иисус Христос родился, Он поменял стратегию в служении. То есть если до Иисуса Христа были избранные люди, священнослужители, которые избирались там по своим каким-то делам, по своему образу жизни, реакции, там, изучение закона, ведение там знания, правил, как вести себя в храме, но эти люди, они делали все правильно, но они не научены были любить людей, они не научили были вести людей за собой. То есть это показывало то, что огромное количество людей не выполняли заповеди, потому что если бы они правильно все делали и с любовью наносили бы это все, то не нужна была бы жертва Иисуса Христа, потому что все люди были бы праведными по исполнению закона. Но Иисус Христос пришел на эту землю, и Он не пошел к ищикам-фаристеям. И мы даже видим, что в окружении Иисуса Христа у учеников не было ученых людей, были обыкновенные простые люди, которые занимали обыкновенные простые должности. Даже некоторые бандитами были. Вот почему? Потому что в Иоанна 21 главе Иисус разговаривает с Петром. «Любишь ли ты меня? Если ты любишь меня, тогда стань пастухом для людей. Любишь ли ты меня, стань пастухом?» И Он спрашивал об этом три раза. То есть Иисус Христос пришел к тем людям, которые были жертвенны, которые знали, как сделать так, чтобы из ста овес было сто подготовленных и достойных ягнят, которые знали, как вести себя. И это прообраз для нас. Иисус же не сказал Петру пасти людей. Он сказал, пасти овес моих, пасти акса моих. То есть, своего рода задача пастора, моя задача как пастора, что вот эти люди, которые Бог мне доверил, вы, Бог мне вас доверил, моя задача пасти вас так, чтобы вы были достойны встречи с Иисусом Христом. То есть, моя задача, ну, настолько вас вести, настолько вас кормить, настолько вас заботиться, настолько вам являть, чтобы вы были подготовлены к встречи с Иисусом Христом. Понимаете? И потому Бог именно показывает, что пастухи – это те люди, которые нужны Богу для дальнейшего служения. И дальше там он будет учить своих 12 учеников быть пастухами, быть пастырами, быть служителями. И он говорит, как я люблю вас, так и вы любите друг друга. Как я там служил вас, так и вам, так и вы служите друг другу. То, что видели, что я делаю, то и вы делаете. То есть, Иисус, ну, всегда, когда делал притчи, он говорил, я пастыр добрый, я забочусь, я не наемник, а я пастыр, я захожу через двери, а наемник залазит через дверь, через окна. То есть, Иисус Христос именно взял прообраз пастухов для того, чтобы показать, какой должен быть пастух. Потому что мы, ну, это ты мне писал ролик, или кто-то мне писал ролик, но что это реальная история, что овцы слушают голос только своего пастыра. Взяли несколько людей, которые кричали стаду, ну, этот пастух сказал, что кричать, какие слова говорить. Эти люди кричали, и ни одна овца даже голову не повернула. Но как только пастух, который пас этих овец, который заботился об этих овцах, сказал слово, эти овцы сразу прибежали к нему. Понимаете? То есть, ну, вот это, ну, задача пастуха, быть, ну, вот этим человеком, который засвидетельствует, который будет простить, который будет заботиться, который будет подгодавливаться. Ну, хорошо. Мы видим, то есть, как история, да? Занимается посрединенной своей работой, является ангел с воинством небесным, который славит Бога, говорит о том, что есть другая жизнь. Есть Иисус. Пойдите туда-то, они приходят. И как мы видим, вот это вот, современные, да, ребята, которые снимали этот ролик, пастухи снимают маску, снимают шапку, улыбаются, то есть, из их гримаса грусть, вот эта вот печаль, которой они пасут овец, они улыбаются, то есть, их жизнь меняется, да? То есть, получается, они встречаются со Христом, и жизнь меняется. Мы видим дальше, что дальше они вообще не занимаются пасением овец. Они идут, и дальше от Марии, да, они дальше идут с вестью, а они славят, там написано, что они славят, прославляют Бога, да? Что вы советуете, как пастор, когда человек первый раз встречается со Христом, то есть, да, например, сюда приходят, за кафедру, либо есть другие истории, как люди встречаются со Христом, да? Вот происходит это, вы знаете, ну, как мы принимаем Иисуса как своего Господа и Спасителя. Что, вот дальше, что человеку делать? Первое, ну, первое, когда мы принимаем Иисуса Христа в свое сердце, все зависит от того, оценил ли ты это. Эти пастухи могли прийти и сказать, что ты за... Ну, нас обманули. Нас, нас там, ну, ну, мы не это, нам, мы не это ожидали, это не то, что, не то, что я чувствовал, да? Но, когда человек действительно встретился со Христом, как эти пастухи, ну, потому что в церкви же нету, ну, яси сейчас, в церкви нету сейчас... Вчера были. Да, реального Иисуса Христа, как мы увидели пастухи. В церкви есть Божье присутствие. И когда человек приходит в церковь, я знаю много людей, которые приходят в церковь, и они ожидают, что сейчас их проблема решится. И они приходят, за них молятся, они чувствуют какое-то обречение, какой-то груст, ну, я слышал много раз, люди говорят, какой-то груст упал с плеч, какая-то сила внутрь вдохнула, что-то произошло внутри меня. И эти люди не сохранили это. Как Мария, да, Мария написала, что она сохраняла это в сердце. То есть, когда мы встречаемся со Христом через молитву покаяния, через примирение с Ним, мы должны сохранить этот огонек, который внутри нас загорается. И когда мы его сохраняем, что это значит сохранить? Это тебе начнут говорить многие люди, много людей, это неправильное место, ты не туда попал, это неправильно, это еще что-то, это, ну, там, какие-то непылицы будут рассказывать. Но ты же знаешь. Я помню, когда я пришел в церковь, я знал, с какой проблемой я пришел. Но когда за меня помолились, я понял, что я больше этому не принадлежу. И когда, ну, ко мне подошел пастор, обнял меня и сказал, если ты только в это поверишь, твоя жизнь поменяется. Я задал у него вопрос, а у меня есть выход? Он сказал, нет. Выхода нет. И я понял, что когда ты принял вот эту вот, ну, силу, которая в тебя вошла, ты должен в это поверить. Поверить – это охранять, это воевать, это защищать то, что ты сейчас получил. Например, да, как Иосиф. Он стал, как бы, охраной и защитой для Марии. Он начал слышать голос, что нужно пойти в Египет, нужно пойти туда, нужно пойти туда. Он заботился до определенного времени, он заботился о Марии. Точно так же мы должны заботиться об этом младенце. Я всегда сравниваю, да, как есть, Библия – это про образ. То есть рождение Иисуса Христа или покаяние – это Иисус Христос рождается в твоем сердце. И этот Иисус Христос, он еще младенец в твоем сердце. И тебе надо научиться охранять его. Потом, второй шаг – тебе надо научиться взращивать его. Что такое взращивать Иисуса в своем сердце? Это начать изучать Божье Слово. Это начать, ну, написано в Библии, да, как можно понять Библию без того, кто тебя ее, ну, как… Насталь, да, истолкует, да, есть такое слово? Да, кто истолкует тебя. То есть второе – это нужно прийти, например, да, мы много раз начинали там группу, где, ну, приходите, мы вас научим, что такое молитва, что такое Слово Божие. И поначалу, ну, люди поприходят, а потом не приходят. Они думают, что они уже все выучили, все знают, все уже, ну, им уже ничего не надо. Они уже, ну, вундеркинды Божьего Слова. Но это не так, потому что Слово Божье говорит, да, есть люди, которые строят свой дом на песке, а есть люди, которые строят свой дом на камне. И тот, который на камне, написано, углубился, копал, там, закопался, сделал сильный фундамент, потом построил дом, и тот, который строил на песке, построил лишь бы как построить. И когда приходят проблемы, что происходит? Дом, который на песке, разрушился. Дом, который на камне, устоял. То есть второй этап, это нужно начать взращивать Иисуса Христа в своем сердце. Начать взращиваться духовно. Нужно взращиваться, ну, в вере. Нужно Слово Божье говорить, да, твоя вера возрастает только от изучения Божьего Слова. Она не возрастает от того, что ты там сейчас возьмешь жезл и там будешь махать в разные стороны, и море там перед тобой будет раздвигаться. Мы видим, что в Египте израильский народ, они видели чудеса, то, что делал Моисей. Но когда они ушли в пустыню, они забыли об этих чудесах. Почему? Потому что они, ну, верили только видимому. А вера, это то, что невидимо, это то, что внутри тебя. Это то, что помогает тебе устоять, пройти какие-то испытания, пройти какие-то трудности, пройти какие-то, ну, давления со стороны. Потому что, ну, жизнь со Христом, ну, многие люди одевают себе розовые очки. Они думают, вот я покаялся, вот теперь все начнется. Нет, ты останешься жить там, где ты и жил. Ты будешь жить в тех же самых проблемах, в которых ты жил. Ты будешь сталкиваться с теми же самыми людьми, с которыми ты жил. Но твоя реакция внутри поменяется на то, что тебя окружает. Только тогда, когда твой духовный мир изменится. А духовный мир изменится только тогда, когда ты начнешь его обогащать. Когда ты начнешь его питать. Когда ты начнешь, к примеру, да? Мы знаем, если ребенка не кормить, он умрет. Любого, даже взрослого человека, не кормить, он умрет. Точно так же и духовно. Если ты себя не кормишь, ты умрешь. Ты перестанешь, ну, ну, что такое духовно мертвый человек? Это духовно мертвый человек, который реагирует налево и направо, так как реагирует этот мир. Духовно зрелый человек, он реагирует так, как написано в Божьем Слове. А как реагировать, как написано в Божьем Слове, если ты его не знаешь? И мы начнем, хоть мы там расскажем, к примеру, да? Мы там можем рассказать пошагово, я могу сейчас пошагово рассказать, как стать духовно зрелым человеком. Но это не поможет тебе, если ты не начнешь изучать Библию, если ты не начнешь познавать, налаживать свои отношения со Христом. Я буду рассказывать о своих самоотношениях со Христом. Как помогает, что помогает мне противостать тем или иным ситуациям. Многие люди думают, что пастор – это человек, который, ну, где-то живет в облаках. Когда-то мне понравилась одна история в нашей жизни. В другом измерении? Да, в другом измерении. То есть мне понравилась история. Ну, там в церковь ходил парень, и я сделал, ну, одну вещь, которую делают все люди. И я ее сделал. И этого парня так это удивило, что он не пошел ко мне, а пошел к Гене. И говорит Гене. Я при Гене это рассказывал, так что это не за спиной. Он приходит к Гене и говорит, Гена, вы представляете, пастор в церкви сделал вот это! Гена смотрит на него такой, говорит, ну, пастор же тоже человек. Понимаете? То есть, ну, пастор тоже человек, он тоже проходит какие-то трудности и испытания. Хорошо. То есть, после встречи со Христом хранить свое сердце, взять ответственность и зараживать. Да, взащего себя. И третье – значит, отдавать. То есть, третий этап, который верующие люди забывают – это служение. Это отдать себя, но в жертву отдать себя на дело служения. Потому что, ну, я знаю многих людей, которые по 20 лет верующие и сидят на лавочке. Только служите мне, кружите меня. Ой, тут не духовно, здесь как-то духа нету, любви нету, чего-то нету. Я всегда говорю, подожди, так начни любить. Начни служить. Если служения нету, начни служить. Начни любить. Начни заботиться. Начни там еще что-то. Один человек ко мне тоже подошел, там как-то говорит, о, надо дверь покрасить. Говорю, молодец. Правильно делаешь. И больше этого человека нету. Он говорит, почему? Потому что, надо покрасить. Они ждут, пока дверь покрасит, это пастор должен стать покрасить. Дверь прикрутить, это пастор должен прикрутить. А пастор не прикручивает, пастор не умеет. Хорошо. И последний вопрос в этом блоке касательно вот нашей вот… Мы простые люди, которые встречаются со Христом, да, приходим в церковь. И жизнь начинает меняться. Вот каким-то образом начинает меняться. Мы называем эту жизнь, жизнь в особой благодати, первая любовь, медовый месяц с Иисусом. Дальше приходит момент, когда мы говорим такие слова, то, что, ну, благодать ушла, первая любовь ушла и так далее. Ушла ли она? Благодать, первая любовь и так далее. Я 17 лет верующий. Да. Вот такое чувство, что я вчера пришел в церковь. То есть та же самая благодать и та же самая любовь и те же самые чудеса и все то, что было в первом году, как говорят, первый год. Да, да. А потом нужно уже трудиться. Нет. Она никуда не уходит. Другой вопрос. Ты можешь от нее уйти? Ты можешь просто развернуться и не делать этого, ну, как бы не находиться в ней. Ты можешь находить какие-то причины. Ты можешь делать пример, да? Ну, у меня есть два сына. Один старший, другой меньший. И тот, который меньший, он понимает, что ему ничего не надо делать для того, чтобы быть любимым, зацелованным, полностью заботой. А старший уже пытается меня чем-то удивить. Я сижу, как-то ему говорю. Ты думаешь о том, что ты пытаешься меня чем-то удивить. Моя любовь поменяется к тебе? Или моя любовь как-то увеличится к тебе? Или моя любовь как-то уменьшится к тебе? Она одинаковая. Я тебя люблю точно так же, как будто ты вот, как только мне тебя дали на руки, вот я точно так же тебя люблю. Точно так же и Бог. Он точно так же и любит. Он неизменный, написано. Его любовь неизменна. Он не меняется. Он не обманывает. Он ничего не забирает, то, что он отдал. Он такой, как и есть. Но люди начинают что-то выдумывать в своей голове. Начинают придумывать. Для того, чтобы молитва была услышана, нужно 300 часов поститься, 200 часов молиться, биться головой о пол. И если ты там не включишь прославление, Бог не придет. Ну, не знаю, я порой даже не включаю прославление, и Бог приходит. То есть я верю, что Бог, он такой, какой был тогда, когда я покаялся, и точно такой же и сейчас. Но то, что я вижу, да? Но с моментом 17-летия твои отношения с ним меняются. Уже если Давид будет со мной разговаривать, как со мной разговаривает Андрюша, это будет уже ненормально. Это говорит о том, что я что-то неправильно в него вложил, неправильно о нем позаботился, неправильно что-то, ну, то есть, ну, не окружил его помимо любви, заботы. Ну, знаете, есть родители, которые только любят своих детей. Они любят, кормят, и они растут сами по себе. Они думают, что они сами станут спортсменами, они думают, что они сами станут музыкантами, они сами начнут хорошо учиться в школе. И тут приходит время репорт-карточки. Знаете, я видел реакцию родителей после репорт-карточки. Им дают репорт-карточку, этот ребенок за шкирки летит после школы домой, его там уже учат, наказывают, рассказывают. Я же всегда говорю, репорт-карточка – это оценки учителей и родителей. Все. Репорт-карточка никакого отношения к ребенку не имеет. Точно так же здесь, да? То есть, ну, взаимоотношения с Богом. Бог дал тебе любовь. Бог дал тебе свое слово. Бог дал тебе своего сына. Бог дал тебе пастора. Бог дал тебе церковь. Бог дал тебе все для того, чтобы ты возрастал, находился в любви и был в любви, написанном, у Бога и у человека. Он дал тебе все. Но твоя задача – или же пользоваться этим, или же сказать, ну, у меня свое мнение, у меня своя жизнь, у меня свое понимание. Ну, извини, пастор. А потом, когда приходит репорт-карточки, что начинается делать? Мы начинаем обвинять пастора, обвинять церковь, обвинять Бога, обвинять всех подряд. Любви нету, Бог не любит, Бог такой. И потом появилось течение. Течение, там, разные, которые мы на сегодняшний день видим. Доктрины, да. Доктрины, да. Но на самом деле оно никуда не кивается. Все, хорошо. Тогда получается что? То есть нужно хранить себя от религии, а вот эти вот, как вы сказали, ошибка старшего сына, да? Хорошо. А дальше у нас остается совершенно мало времени. Мы не сможем посмотреть ролик про волхвов, потому что там дальше я могу вам скинуть в Фейсбуке, где-нибудь я могу вам скинуть на текст-месседж, как волхвы. То есть там показана современная история, как волхвы встретились с Иисусом. И, ну есть время чуть-чуть задать пару вопросов пастору про волхвов, про мудрецов. Мы видим, что в Нью-Йорке очень много волхвов. В лице гадалок, буддистов, кришнаитов, так далее вообще. Все возможные. Все они находятся в поиске Бога. Все они, на данный, на их взгляд, по их мнению, прославляют Бога, любят Бога. То есть вот у них вот такой вот Бог. Ну, то есть у них Бог. Их Бог отличается от Бога Христа. Мы верим в Бога Отца, в Бога Сына и в Бога Духа Святого. Все, что сверх этого, то написано от лукавого, правильно? То есть мы верим в три единства Бога. Любое течение, которое не верит в три единства Бога, то есть они верят во что-то. Это их выбор, это их решение, это их право. То есть Бог потому и создал каждого человека свободным. И также, ну, написано в Библии, что он некоторых людей держит на время встречи с собой. То есть люди, которые поверили в Христа, которые отдали свою жизнь Христу, написано, они не приходят на эту встречу, они сразу идут к себе. А некоторым придется встретиться. И мне всегда нравится одно место из Писания, которое говорит, что перед Богом преклонится всякая колена. Аминь. Веришь ты в Бога, не веришь ты в Бога, веришь ли ты в другого Бога, веришь во что ты можешь верить, во что ты хочешь. Но придет время, когда тебе придется предстать перед реальным живым Богом. И тогда тебе придется дать ответ. То есть я не имею права никого судить. Потому что, ну, написано в Библии, что Бог дает солнце для праведных и неправедных, для верующих и неверующих, для грешников и, там, негрешников. То есть Бог дает солнце. И я не знаю, может быть, сейчас, когда мы говорим об этом, ну, людях, которые, ну, там, в чем-то заблудились, может, сейчас они прямо в этот момент каются, и Иисус там их забирает на небо. Я не хочу стать Илей, который только единственный праведник и все. Нет. Я верю, что Бог, ну, если Он отдал свою жертву Сына, Он сделает все, чтобы максимальное количество людей спаслось и попало на небо. Но будут и такие, которые, ну, которые написаны, Бог охраняет, надеюсь, сюда. Да. И вот следующий вопрос. Когда христиане встречаются с представителями других религий, как христиана себя вести? То есть мы живем в Нью-Йорке, тут буквально проехать 30 минут до Union Square, мы сразу выходим, мы видим, как группа, я не знаю, кришнаидов, буддистов, они там благовония какие-то там распускают, музыкальные инструменты играют, и каким-то образом тоже евангелизируют их. Да, то есть методы, они, методы, они, как бы, ну, везде одинаковые, да? То есть, получается, когда мы встречаемся, вот, как христиане, верующие в Христа люди, встречаемся вот с буддистами и так далее, да, представителями других, как себя вести? Потому что же это тоже какой-то, если, например, человек, он, ну, он не, как вы говорите, не укоренился во Христе, то есть он может попасть под заблуждение. То есть, ну, то есть я просто хочу, как бы, практически вопрос задать. Есть, ну, я уверен, что во времена Иисуса Христа было то же самое, что еще и сейчас. Просто, может, не было каких-нибудь воскребов, может, не было чего-то. Но мне нравится, как вел себя Иисус Христос. Иисус Христос, первое, он знал, кто он такой. Второе, он знал себе цену. И третье, он знал свою силу. Конечно же, к примеру, да, если Бог тебя призвал служить таким людям, он даст тебе на это благодать и мудрость. Если Бог не дал тебе призвания служить таким людям, да, то может произойти так, как один парень в Библии, который, ну, полюбил Бога, полюбил Павла, полюбил проповедь об Иисусе Христе, но не был укорененным, не был внутрисильным, не был еще духовно возраженным, да, и он встретился с бесноватым человеком. И он стал против него, как во всеоружии, именем Иисуса Христа, которого проповедует Павел, повелеваю тебе выйти вон. Ну, и написано, что этот бес взял этого парня, и так его, говорит, Иисуса знаю, Павла знаю, а ты кто такой? И избил его так, что тот еле ноги унес. То есть мы должны получать мудрость. То есть если Бог тебе дал эту силу, ты должен, ну, пользоваться этой силой, ты должен понимать, то есть, ну, идти этим людям, служители, не идти. Второе, если эти люди агрессивно идут против тебя и начинают там что-то делать против тебя, ты должен проявить свою, свою власть. Ты должен сказать именем Иисуса, тебе не надо там с ним спорить, что-то доказывать, сказать именем Иисуса Христа, «Я запрещаю тебе, Дух, говорить со мной. Аминь». И вы увидите, что он закроет свой рот и забудет вообще, как тебя зовут. Это второе. И третье, это то, что сделал Павел, да? Он, или Петр, он исцелил больного, и один колдун подходит к нему, говорит, «Сколько тебе заплатить, чтобы получить эту силу?» То есть вот эти колдуны, о которых ты говоришь, они должны увидеть силу Божью. Потому что, например, да, во времена Моисея были такие же колдуны, которые практически сделали то же, что делал Моисей с помощью Божьей силы. И фараона это не впечатляло. То есть будут люди, которые имеют взаимоотношение с дьяволом, которые будут делать еще больше чудес, чем ты. И будут смеяться над тобой. Но тогда ты должен просто вспомнить о том, что Бог не призывал тебя спорить. Бог не призывал тебя что-то доказывать. Бог не призывал тебя, ну, там, рвать на себе рубашку. Бог призвал тебя, первое, быть Его Сыном. Второе, нести Его Слово, Его Свет. А как ты будешь нести Свет людям, которые в агрессии? Любить их. Сказать, it's okay. Когда со мной начинают спорить, я всегда говорю, у нас есть два пути. Первый путь поставить посередине Божье Слово и на основании Его разговаривать. И второй путь, ты остаешься при своем мнении, я остаюсь при своем. И человек выбирает всегда второе, потому что в Библии он не сведущий, ему нечего доказывать, а остаться при своем мнении, я при своем мнении, и он считает себя победителем. И я его отпускаю быть победителем, потому что, ну, Слово Божье говорит, лучше остаться обиженным, чем обижаться. Или чем обижать. Понимаете? То есть, ну, иногда мы не всегда можем, там, ну, кого-то победить, но что ты должен делать, это начать молиться за это. Если Бог тебя призывает, ты должен начать молиться, ты должен начать взять позы за это, ты должен начать, ну, изучать Божье Слово, как справляться с этой проблемой. Но это если Бог тебя призывает. Если нет, то нечего туда лезть, тебя просто побьют палками, да и все, ты скажешь, я пострадал за Христа. И последний вопрос, и мы переходим к нашей следующей части служения. Также церковь, если у вас есть какие-то вопросы, можете задать, если какой-то вопрос появился, хорошо. Последний вопрос просто. Теперь, как бы, касательно тоже преломляем, на волхвов, на мудрецов и так далее, и так далее, да. То есть, когда мы уже знаем Христа, то есть, я говорю о христианах, но потом, как знаете, Павел пишет там во многих посланиях о том, что появляются ереси различные. В церквях там различные ереси о Христе. То есть, какой совет вы можете дать людям, которые уже христиане, которые знают Христа, но начали заблуждаться. То есть, Евангелие, оно говорит нам, да, Евангелие, оно простое. Это весть, благая весть, хорошая новость о рождении, смерти и воскресении Иисуса Христа. Но дальше начинается что-то, что-то, что-то. И вот, какой совет вы можете дать, если кто-то из христиан начал заблуждаться в этом? Да. Римлянам, 1 глава, 19 стих. Да. Ибо... Подожди, нет, 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 где это? 20. Да, нет, нет, нет. 21 стих. Да, 21 стих. Но как они, познав Бога, не прославили Его как Бога, и не возблагодарили, но осуетились в умслованиях своих, и омрачилось несмыслённое их сердце, называя себя мудрыми, обезумели, и славу нетленного Бога, изменили в образ, подобный тленному человеку, и кисами, четвероногими, пресмякающимся, то и предал их Бог, похотя в сердец их нечистоте. Так что они оскорнили сами свои дела. То есть, когда мы познали Бога, и отдали свою жизнь Богу, всё, что приходит, ну, в твоей жизни будет приходить очень много информации. Разная. Сейчас такая, ну, вседоступность ко всему, к разного рода информации, но ты есть фильтр этой информации. Если ты позволяешь какой-то информации войти без тщательной проверки с Божьим Словом, то это твоя проблема. То есть ты, Павел говорил, всё тебе разрешается, но не всё тебе полезно. Всё тебе позволительно, но не всё тебя назидает. То есть можно получать информацию, которая будет тебя разрушать, которая уведёт тебя от Христа. Ты будешь думать, что ты верующий, что ты любишь Христа, но ты уже далеко ушёл от Его Слова, от Его истины, от Его призвания, от Его миссии, предназначения. Твоя задача всегда, ну, Слово Божие говорит, больше всего храни, мало храни сердце своё, потому что от него источники жизни. То есть это большая мудрость и сила сохранить своё сердце без всяких примесей, без всего, что может помешать тебе прославить его. Аминь. Всё, церковь, на этом всё. Если у вас есть какие-то вопросы, можете задать. Наверное, уже будет после служения, если есть какие-то вопросы. Надеюсь, это ток-шоу вам понравилось. Вот, в этом году мы копнули немножко так глубоко. Максим говорит, пастор, не надо проповедь, сделаем ток-шоу, это будет быстрее. Сделаем ток-шоу, это будет быстрее, мы по-быстреньку отстреляемся, и всё. Но я вчера, вчера на нашем собрании, ну, на мюзикле, это будет быстрее. Продолжение следует...